Вы немножечко рассекретили. Меня вручили звание лейтенанта. Лейтенант? Родной, ты не перепутал ничего? Какие выдали? А кто вам выдал такие баллоны? Кто вам дал эти баллоны? Я теперь, да, я с приказом министра обороны Российской Федерации я теперь стал лейтенантом. Я получил не на военной касседре, не заочно, а получил, находясь в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это младший лейтенант, да? Лейтенант. Младший лейтенант сейчас не присваивается. А что же прапорщика перескочили? Мне кажется, вам пошло бы звание прапорщика. Я-то вырос в 90-е, и у нас был очень популярный образ прапорщика Задова. Нет, артицерское звание было присвоено на основании того, что у меня высшее образование, и, соответственно, я подхожу, чтобы мне получить первое экспертское звание. Для меня это, поверьте, огромная честь. Приказ был подписан еще в конце июня. Но я, честно говоря, вот я для себя понял, что вот я не буду об этом никому говорить. Эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. По неподтвержденным, я подчеркиваю, по неподтвержденным сведениям, украинские войска прорвали фронт в районе Донецка и продвинулись весьма далеко. До Донецкого аэропорта осталось буквально несколько километров. Если это так, подчеркиваю, если, то это ожидаемый удар в направлении, которого русские не ожидали. Простите уж меня за каламбур, но вся оперативная тактика украинского наступления сводится к тому, чтобы ударить, растянуть и прорвать. Вот то, что мы видели в исполнении ВСУ в течение всех этих трех месяцев, сводилось к тому, что российское командование заставляли метаться, разбрасывая свои резервы то туда, то сюда. И вот сейчас, когда они почти все сосредоточены, подрабочено, удар в другом направлении, в важном направлении. Донецк, если в него войдут украинские войска, но вы представляете политический эффект от этого. Конечно, он напрашивается. Но вы можете спросить, а зачем ты говоришь о неподтвержденных сведениях? Я отвечу. Дело в том, друзья мои, что даже если это неподтвержденные сведения, они тоже имеют большое значение. Почему? Потому что, когда инициатива стратегическая принадлежит Украине, мы все время слышим, то здесь, то там какую-то информацию о угрозах, создаваемых украинскими вооруженными силами. И не случайно здесь все эти сообщения, прорывы через Днепр, прорывы под Донецком, еще там где-нибудь, они отражают характер времени. И важно понимать, что ситуация по-прежнему в руках генерала заложенного. А если бы все было иначе, то мы бы с вами сейчас слышали о том, что русские войска там прорвались, русские войска высадили десант. Помните, как в начале наступления? Русские высаживаются под Одессой, там уже пять десантных кораблей стоит. Ну, постояли, постояли, да ушли. Или там прорвались на Кривой Рог, ой-ка, зрада, зрада. Понимаете, вот это тоже важно. Поэтому даже несмотря на то, что, возможно, эта информация не подтвержденная, ее опубликования имеет значение. Просто надо понимать, куда ее отнести. Мы пока не знаем. Возможно, это реальный прорыв. Тогда это через день-два все будут об этом трубить. Возможно, это просто ожидания, которые тоже отражают характер сражения. Новость номер два. Британские боевые самолеты начали патрулировать акваторию Черного моря, как утверждает The Telegraph. Патрулирование проводится, внимание, для защиты торговых судов, везущих украинское зерно от возможных атак со стороны России. Ну, очень смелое заявление британской газеты. Дай бог, чтобы оно оказалось стопроцентной правдой. Я думаю, что патрулировать они начали. Вопрос в том, будут ли они защищать зерновозы от атак российских военно-воздушных сил. Пойдут ли на прямое столкновение с Россией? Очень интересный вопрос. Я бы пошел, потому что только удар искросыпительный, удар зубодробительный, понимают эти шпана. Это шпана из подворотни, которая там называется ошибочно государством России, которая ведет наглую захватническую войну против Украины. Потому что как только дает слабяно, русские тут же этим пользуются, начинают наглеть. А на самом деле решительный ответ, это лучшее, что может охладить горячие головы в Кремле. Но мы с вами видим, что Запад довольно часто пасует. Ну вот посмотрите на Румынию. Ну что это? Ну что это за позорище? Когда румыны сначала отрицали очевидное, что по ним шахеды ударили по румынской территории, взорвались они там. Потом начали говорить, что это не представляет угрозы. Потом, что это вообще случайно залетело. Друзья мои, это все не так. Шахеды заходят на порт Измаил с румынской территории, потому что их там не сбивают, потому что они могут подлететь практически к городу, там километр с небольшим Дунай, через него перемахнут и уже бомбят по порту. Они специально идут через румынское воздушное пространство. Опять-таки, если бы я был на месте румынского президента, я бы давно привел ПВО в боевую готовность, сказал, что буду сбивать все к чертовой матери, еще бы флот вывел в Черное море и сказал, плывите корабли. Если русские сунутся, будем бомбить, будем подводные лодки уничтожать, самолеты сбивать, корабли топить. И пусть бы Путин новый чемодан себе заказал, потому что я не представляю, как Россия бы напала после этого на Румынию, защищающую свое воздушное морское пространство. Но мы имеем то, что имеем. Но, к сожалению, что называется, воюем той армии, которую имеем, и у нас те союзники, которые у нас есть. Тем не менее, вот видите, как бы чего не вышло, все-таки то, что британские самолеты появляются над Черным морем и начинают патрулировать, а мы знаем, что Великая Британия одна из самых решительных стран, настроенных как раз на поражение путинской России. Возможно, из этого что-то хорошее получится. Поэтому новость заслуживает внимания и заслуживает того, чтобы мы о ней говорили. Сделал новый шаг со стороны Запада по поддержке Украины и поддержке украинского. Простите, конечно, но это крайне важная вещь для мира. Вывоз украинского дешевого зерна очень важен для многих стран. Британцы делают правое дело, они молодцы. Вот, это вторая новость, которая заслуживает внимания. И еще одна из важных новостей, которые пришли в эти выходные, несмотря на то, что это как бы уже выходные, и пора бы уже нам сегодня расслабляться. Но, друзья мои, ну, у нас такая ситуация, что у нас идет война. И я бы сказал так, что на сладкое, как обычно, на третье, на десерт. Хорошая военная новость. Атакамсы будут. Вот будут. Друзья мои, не прошло и 17 месяцев войны, как Америка вдруг обнаружила у себя неучтенные запасы атакамсов. Ой, а что случилось? Какое чудо! А может, у них там еще что-нибудь неучтенное нашлось? Что это за страна такая чудесная? То у них, прости господи, на 600 миллионов снарядов неучтенных найдутся, которые бесплатно Украине передаются, то вдруг теперь в какой выгодный момент атакамсы нашлись. Удивительная, конечно, история. Ничего не могу сказать, просто веселит, это для меня ужасно. Соединенные Штаты обнаружили на своих складах большое количество неучтенных атакамсов. Откуда они взялись, никто не знает, но они у них есть, и теперь они будут переданы в Украине. По крайней мере, об этом говорят. Вроде как к концу года атакамсы приедут уже и начнут стрелять. Дай-то бог! Обычно американцы объявляют о том, что они передали, когда уже действительно передали. Но пока что идет разговор. Дай-то бог, чтобы эти разговоры осуществились. Поставки атакамс в Украине дело не только в том, что каждая новая дальнобойная и точная ракета усиливает огневую мощь военно-воздушных, поветряных и каких еще там называются этих сил Украины. Это все правда. У них есть штурмшейд у украинцев, они тоже дальнобойные, но это крылатые ракеты, они летят по самолетной траектории. Атакамсы бьют по баллистической. Остановить их, ну как кинжал, было очень трудно установить. Патриоты могут справиться с кинжалами, но это сложно достаточно. А атакамсы примерно то же самое, то есть даже еще лучше, более точно. Поэтому вот удар, реально удар, который нельзя отразить, я не очень уверен, что российское ПВО способно сбивать атакамсы. украинская мощь возрастет. И это очень важно в перспективе осады Крыма. Я думаю, что атакамсы будут поставляться именно с расчетом на то, что украинская армия к зиме выйдет таки к Азовскому морю и к Перекопу и начнет осаду Крыма. А осада Крыма, это прежде всего вопрос логистики. То есть надо взорвать Крымский мост. И атакамсы для этого идеально подходят. Они взлетят, они упадут, куда надо. Их не собьют. Никакие эти российские С-300, С-400 толком они не смогут это ничего сделать, остановить. Поэтому пара десятков атакамсов, ударивших по Крымскому мосту, с точностью хаймарсов, бивших по Антоновскому мосту, Крымского моста не будет. А после этого вопрос о ликвидации крымской группировки окруженной, это вопрос чисто технический вопрос времени, учитывая, что морские перевозки в порты Крыма при постоянных атаках украинских морских дронов будут представлять нетривиальную задачу. Берем таблицу, в одну сторону будем записывать, сколько Россия может перевезти морем в Крым, в другую, сколько Украина сможет сбить и потопить этих кораблей. И у нас на выходе будет срок, когда над Севастополем взовьется украинский флаг. Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его напомним, ну просто на всех линиях соприкосновения мы продвигались вперед, так и продвигаемся. Ну не на всех же линиях соприкосновения есть сложный участок. Да, я имею ввиду вот этот участок, который мы сейчас обговорили, да, действительно, там есть небольшое насосство. Севастополем.